Доброе утро! Это Веня в теме. Не буду долго говорить, перейдем сразу к новостям. Поехали! Ребят, послушайте новость. Скандальный российский политик Владимир Жириновский после селфи на клумбе не сумел самостоятельно подняться и переломал все цветы. Посмотрите фотографии. Слушайте, ну жалко человека. Правда, очень жалко. Мало того, что он шизофреник, так еще и неначный. Интересно, почему Жириновский не смог самостоятельно с клумбы встать? А на кактус сел? Если да, то это очень больно. И теперь пару дней Жириновский будет выглядеть примерно так. А-а-а, как печет! А-а-а, зараза! Кстати, мне удалось выйти на прямую связь с Владимиром Жириновским. Давайте поговорим с ним лично о этом происшествии и узнаем, правда ли это. Владимир Вольфович, скажите, это правда, что вы упали в клумбу и не смогли с нее встать? Так по итогам расследования выясняйте, что вообще ничего не было. Как это не было? Мы все только что фотографии видели. Скажите, и часто вы сидите на клумбах с розами? Это было раз или два раза в год. Все! Насколько я понимаю, в клумбе кроме роз были и кактусы. Поговаривают, что вы любите острые ощущения. Скажите, а что вы делали для того, чтобы получить максимальное удовольствие? Сильнее прыгать. Вот ради чего все это? Зачем вы сидите на колючках? Это все война с западом. Мне вот интересно, вы один этим занимаетесь? Или вы решили это сделать как... Как и мэр, губернатор Сахалина, как и администрация КОМИ. Спасибо за интервью. Мы с вами обязательно свяжемся, когда вы в очередной раз что-то вычудите. Продолжаем. А, ребят, я вам про эту новость рассказывал. Виталий Кличко сказал, сколько еще собирается работать мэром. К сожалению, мне не удалось пообщаться с самим мэром, но зато я пробился к его фанатке. Задал ей вопрос, сколько еще Виталий Кличко будет работать мэром. И она ответила, причем на его языке. Конечно, я хотел пообщаться и с другими поклонницами киевского мэра. Но, к сожалению, их очень сложно догнать. А, вот же написано. Мэр Киева сказал, что на этой должности он намерен проработать еще три года. Также он заявил, что намерен достроить Подольско-Воскресенский мост. Отлично. Там же можно будет делать классные свадебные фотосессии. Но не очень долго. Ну, какой бюджет такой мост? Продолжаем. Ребят, а эту слышали? Как говорится, маразм крепчал. В Петербурге статуя Давида прикрыли интимное место. После заявлений жительницы Инны Львовны, которая пожаловалась на срамоту Давида, организаторы выставки закрыли неприличное место творению Микеланджело кепкой. Подождите, это что за двойные стандарты такие? Если вы уже закрываете статуи, то закрывайте и... Ладно, эта новость не настолько большая, чтобы я ее обсуждал. В смысле... Небольшая в хорошем смысле. Продолжаем. Так, все что ли? Самые интересные новости закончились. С вами был Вениамин Вигерчук. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!